Меня зовут Сергей Котарев, я директор компании Юми Софт. Мы являемся производителями систем управления сайтами. Мы не поставщики услуг юзабилити, мы потребители услуг юзабилити. Мы как раз со стороны клиентов. Я хочу рассказать кейс, каким образом мы улучшаем свой продукт именно благодаря услугам юзабилити. И второй момент, соответственно, в моем докладе нет никакой теории, потому что я не считаю себя специалистом по юзабилити, хотя я 10 лет занимаюсь интернет-проектами и весьма успешно. Я просто расскажу о том, что в моем случае, и в случае моих продуктов, в моих компаниях очень хорошо проявило себя, что я проявил не очень хорошо, и каким образом это нам помогло. Собственно, в основном я расскажу о технологии iTracker. Я не думаю, что специалистам и профессионалам в области юзабилити что-то новое я расскажу, но с точки зрения прикладного кейса, с точки зрения реальной успешной истории использования этой технологии и методологии, я постараюсь быть вам полезным. Какие бизнес-задачи были у нашей компании? Мы производители программного обеспечения, на основе которых работают сайты и интернет-магазины, то есть CMS, Content Management System. Сейчас по популярности мы вторая платформа популярности и распространенности в России. С самого начала перед нами стояли очень сложные задачи. Задача номер один. Что такое CMS? CMS – это продукт, который имеет два типа целевой аудитории. Первая целевая аудитория – это разработчики, вторая аудитория – это нормальные люди. И между этими двумя целевыми аудиториями абсолютнейшая пропасть с точки зрения ценностей, по которым они оценивают CMS, наш продукт. Реально серьезные улучшения в метриках качества и удобства восприятия наших продуктов, их интерфейсов, этот прорыв произошел тогда, когда мы стали использовать собственные наблюдения, и когда эти наблюдения стали максимально измеряемыми, научными, то есть когда мы стали пользоваться айтрекингом. В двух словах, айтрекинг сейчас – это оборудование достаточно мобильное и достаточно недорогое. То есть у нас в Петербурге еще год назад не было ни одной компании, которая бы владела этим оборудованием. Сейчас они появились, и более того, вот этот монитор, который покрыт датчиками со всех сторон, который ловит положение зрачка человека, испытуемому, и таким образом определяет, куда он смотрит в интерфейсе, где он что ищет. Сейчас это очень легкое оборудование, по-прежнему дорогое, там 30-40 тысяч евро стоит. Но уже есть компании, мы с ними дружим в Петербурге, которые просто берут это оборудование, и когда мы выпускаем и тестируем новый интерфейс, просто привозят его к нам, мы сами собираем испытуемых людей, ловим их прямо в нашем бизнес-центре, иногда в соседнем институте техническом, который через дорогу от нашего офиса. То есть, в принципе, мы не устраиваем такие чисто лабораторные условия. Мы это все делаем отчасти на коленке. И вот смотрите, вот эта фотография показывает реакцию разработчиков на то, что они видят, как люди пользуются нашими интерфейсами. То есть, разработчики удивлены. Они настолько удивлены восприятием интерфейсов, что их приходится удалять через какое-то время из лабораторных условий. И, собственно, в основном мы просто выделили отдельную комнату. Соответственно, туда заводят одного человека, испытуемого. Есть два монитора и видеокамера, которая все снимает. Мы потом анализируем, в том числе, выражение его лица. Потому что некоторые эмоции говорят гораздо больше о некоторых технических проблемах интерфейсов, чем, собственно, запись просто айтрекинга и движения его глаз. Поэтому мы стали фиксировать, в том числе, и выражение лиц испытуемых. То есть, в зале, в комнате находится только два человека. Тот, кто ставит задание, и тот, кто проходит тестирование. Это тоже повышает качество и его не отвлекает. Ну, немножечко теории. Есть, собственно, два способа обработки данных. Обработку данных мы тоже делаем сами. Мы не нанимаем специалистов по юзабилити. Мы сами не являемся. Но мы считаем, что лучше всего данные, наши специфики, обрабатываем мы сами. Потому что мы очень хорошо знаем свою кухню и своего клиента. Первый специальный способ – это карта взглядов. То есть, вот эти сакады – это движение человеческого взгляда. Человек за секунду может делать десятки таких движений. Но десятки движений прибор фиксирует, ну, вот как-то округляет. И карта взглядов нам показывает последовательность. То есть, человек получает задание что-то найти, либо что-то сделать в интерфейсе. И мы видим, в какой последовательности, где он ищет, циферками, соответственно, последовательности отображается. А ширина кружочка – это в зависимости от времени, прямо поппорционального времени, которое он смотрит в эту точку. Проблема заключается в том, что карта взглядов хороша, когда мы анализируем одного человека. А для репрезентативных выводов нам нужны, естественно, данные по нескольким людям, десяткам людей, чтобы делать какие-то общие выводы. В этом случае вот эти разноцветные линии, соответствующие каждому испытуемому, накладываются друг на друга и получается каша. Поэтому приходится переходить на второй способ анализа – это типовые карты. Они показывают области, где люди что-то видят, и слепые зоны, где люди ничего не видят и ничего не ищут. Мы не видим последовательность движения, мы не видим время, которое они смотрят в эти точки. Мы свой сайт делали, естественно, по науке. То есть главная задача у нас – продукт во всей его красе клиенту, а потом уже предложить ему его купить. Чтобы показать продукт во всей красе, проще всего показать ему демо-версию продукта, работающего на нашем сайте, потому что не надо ничего скачивать, устанавливать и так далее. Поэтому задача сайта номер один – это с главной страницы отправить человека на демо-центр, демо-сайт. По науке, значит, мы сделали, что в правом верхнем углу мы разместили крупную кнопку демо, и еще и закрасили ее оранжевым цветом. Ну, оранжевый заметнее на фоне сине-белого сайта. Чтобы продублировать само слово «демо», потому что некоторые люди идут с мыслью «хочу тестировать, тест, тест, тест». Демо не все могут переключиться. Мы еще в центре внимания сделали еще одну кнопку и назвали «тестировать». Две целевые аудитории – веб-разработчики и люди. И, соответственно, каждую из этих целевых аудиторий мы в определенном количестве ловили, загоняли и давали им задание. Ну, вот с какой скоростью ты перейдешь в демо-режим. Вот они читают задания, получают задания, ждут, пока подгрузится сайт. Да, кстати, недостаток специализированного софта, айтрекинга, заключается в том, что он работает только под интернет-экспорером. Поэтому некоторые новые интерфейсы, да, мы сначала тестируем, понятно, под Firefox, под EEL составить работать сложно, но приходится их делать под EEL, чтобы их можно протестировать. Вот, 5-7 секунд, и разработчик нашел демо-центр, все в порядке. Теперь смотрите, как люди, то есть люди, которые будут управлять сайтами. Ставили им ту же самую задачу. Найдите, пожалуйста, демо-сайт. Они не видят ни одной из двух оранжевых кнопок вообще. Знаете, как производители лекарства, да, находят какое-то новое лекарство, которое побеждает какой-то вирус. Вот, и ура, через какое-то время лекарства перестают действовать, надо искать следующее. То же самое, специалисты по изобилити, когда пишут свои книги, рекомендации, а то, вот эти яркие кнопки, размещайте их в центрах внимания, в интерфейсе, да, хотят как лучше, чтобы люди замечали эти кнопки. Со временем люди мутируют и перестают замечать то, что было, соответственно, рекомендовано юзабилистами. Вот для решения этой проблемы мы на место следующего демо-ролика, как раз для менеджеров, как раз для людей, чтобы мы уже не могли найти демо-сайт, но посмотрите ролик. В принципе, все, что хотели, там будет объяснено. Теперь, собственно, по поводу разработки программных интерфейсов. Сайты с сайтами, но с интерфейсами еще сложнее. Мы разработали такую технологию, она называется, мы назвали EditEmplase. Идея заключается в том, чтобы изменить парадигму управления контентом на сайте. То есть, большинство людей, которые когда-либо управляли контентом на сайте, знают, что это делается через админку. И, соответственно, есть сайт, то есть, это вот верхушка айтберга, есть подводная ее часть, это, собственно, CMS, и там где-то в админке в подводной части мы производим какие-то действия, на сайте публикуются изменения. А в это время у большинства людей, офисных работников, есть другая в голове, уже прошитая парадигма управления контентом. Это Word. Когда я кликаю куда-то, неважно куда, в любом месте документы, тут же редактирую и тут же вижу, что происходит. То есть, VCV, который пытаются использовать производители CMS, не является подобием Word, а является только жалкой пародией на Word. Мы пытались превратить страницу сайт именно в Word. Для чего? Для того, чтобы не обучать людей CMS, а эксплуатировать уже имеющиеся у них навыки работы в Word. Мы это назвали edit-in-place. Соответственно, очень много времени провели на эксперименты о том, как быстро люди реализуют эту задачу. Да, давайте я покажу сам интерфейс, чтобы было понятно, о чем идет речь. Вот это ролик, который как раз мы разместили на сайте. Идея заключается в том, что сам интерфейс CMS представляет тоненькую полоску сверху, где есть одна большая заметная кнопка «Редактировать», а все остальное, в общем-то, происходит на самом сайте. Еще, как вы знаете, CMS состоит из модулей, да, и обычно как? Новость добавляется через модуль новостей. Голосование добавляется через модуль голосования. Соответственно, цена в товаре в каталоге добавляется через модуль каталога, да, где находим товары и так далее. То есть тут мы постарались переделать парадигму, когда любой контент любого происхождения, управляемый любым модулем, может редактироваться редактором в том месте, где он выводится на сайт. То есть вот где вижу, там и редактирую. Хоть в результатах поиска, хоть везде. Что это позволило сделать? Вот за 50-секундный ролик, вы видели, было выполнено 8 рутинных операций. То есть на одну рутинную операцию, типа добавления новости, добавления пункта меню, изменения структуры меню, тратится всего 2-3-4 секунды, и 2-3-4 клика мышь ее. То есть это наше конкурентное преимущество, поэтому стараемся ее развивать. Резко снижается затраченное время на вот эту всю рутину по управлению сайтами. Осталось только проверить, насколько хорошо это воспринимают люди. И вот, соответственно, основные метрики, по которым мы это проверяли. То есть, во-первых, нас интересовало время до первой фиксации на кнопке «Редактировать». Потому что вот в нашем типовом, соответственно, сценарии поведения пользователя есть две фазы. Первая, когда он смотрит... Мы, естественно, тестируем, никогда ничего не подсказываем, говорим, вот тебе интерфейс, добавь новость. Первая фаза заключается в том, когда он в режиме редактирования. И вторая фаза – это когда он догадается, что в режиме редактирования можно просто добавить новость и управлять текстом аналогично, как в Варде. Самой большой проблемой – это было то, что человек тратил довольно большое количество времени, ну, то есть там от 40 секунд до минуты, что для нас мы считаем много, до того момента, пока догадался кликнуть на эту кнопку. Вот. И, соответственно, количество фиксаций, то есть когда взгляд его бегал по интерфейсу в поисках, куда бы нажать в первую очередь. Это тоже измеряемая метрика. Соответственно, был еще такой период, он измерялся примерно 5-10 секунд. Он заключается в том, что человек нашел кнопку редактировать, но думает на нее нажимать или еще чего-то поискать. Дело в том, что, опять же, парадигма всех предыдущих CMS-ов, когда человек, зайдя в интерфейс, видит сразу 20 разноцветных кнопок, да, и он понимает, что если он начнет нажимать все подряд, скорее всего, он еще больше времени потеряет. Поэтому он даже, найдя кнопку, он еще какое-то время думает. Вот она срабатывала и здесь. То есть человек нашел кнопку редактировать, но и думает еще. Наша задача была вот это время сомнений и секунды тоже минимизировать. Ну, и, наконец, собственно, общее время на выполнение задания. То есть первый взгляд в жизни на интерфейс CMS до момента, когда человек опубликовал свою первую новость на сайте или выполнил какое-то другое задание, добавил страницу, поменял цену на товаре и так далее. Мы хотели, чтобы это делалось не за десятки минут и за часы, как люди разбираются с другими продуктами, а за секунды. Вот. Что получилось? Это вот результаты первых экспериментов как раз с тем интерфейсом, который был на ролике. То есть мы были им очень довольны этим интерфейсом, потому что и люди быстро справлялись с задачами и так далее. Но потом поняли, что он не идеален. А не идеальность заключается в том, что задание добавить новость, люди сразу искали что-то в блоке новостей, а, видите, точка, где расположена кнопка «Редактировать», была, ну, не очень заметна. И, соответственно, у нас были не очень идеальные показатели, скажем так. А потом мы просто поняли, что у нас один и тот же дизайнер рисовал демо-сайт, который показан, и рисовал интерфейс на демо-сайте. Соответственно, стилистика управляющих элементов CMS и стилистика оформления демо-сайта, хотя другие реальности сайта будут другими, в данном случае совпадало, и это сбивало людей. То есть та же самая серо-черная гамма заставляла их сомневаться, глядя 10 секунд на кнопку «Редактировать», все равно не нажимая ее. Мы просто перекрасили верхнюю полоску, и вы видите тепловое поле вокруг кнопки «Редактировать» сразу же стало основным. Все люди сразу стали видеть. И вот, собственно, разница в метриках. То есть белая полоска изначально и черная. Время до первой фиксации на точке снизилось почти в два раза до 17 секунд. Вот быстрее, но, я думаю, там меньше 10 вообще невозможно ни при каких обстоятельствах достичь. Количество фиксаций, ну, то есть этих минимальных движений взглядом, да, за эти 17 секунд человек делает 38 движений, которые регистрирует прибор. Время от фиксации до клика, то есть на раздумье, у нас только за счет вот этого эксперимента мы снизили в полтора раза. И, наконец, время полностью на выполнение задания, ну, вернее, главной части задания, да, разобраться, как перейти в режим дактирования и начать редактировать, снизилось до 29 секунд. Вот. Никаким другим способом, кроме айтрекингом, причем разработанной нами же методологией, подобранной нами же испытуемых, да, в принципе, я не думаю, что мы бы добились. Потому что консультировались мы очень много с кем и где, но таких рекомендаций нам никто не давал. Вот. Поэтому я вот позволю сделать такое смелое утверждение. Эксперты и книги по юзабилити хорошо, а ваши собственные опыты приборы умные в тысячу раз лучше. В случае, когда мы рассматриваем конкретную, не теорию, а какой-то конкретный проект, какой-то конкретный интерфейс, какой-то конкретный продукт. Почему? Потому что эксперты многие вещи просто не заметят, они знают вещи в каких-то общих вещах, да, но в вашей конкретной ситуации есть какая-то своя определенная специфика, чем бы вы ни занимались, CRM-ами, CMS-ами, интернет-магазином владели или еще чем-то. Вот. Но эксперты могут помочь правильно сформулировать метрики, безусловно. То есть теория какая-то нужна. Результаты измерений, понимаете, они абсолютны. То есть вот нельзя говорить, это удобно, это неудобно, это абстрактные понятия, и найдет всегда человек, который скажет, а мне кажется, что все наоборот. Вот очень часто рассуждения об удобстве, о юзер-френдли и так далее, особенно когда речь идет о маркетинге, это абсолютная абстракция. А результаты измерений, то есть количество секунд, затраченных на выполнение определенной операции, или количество секунд, затраченных на, собственно, понимание, что делать, это абсолютные понятия. Поэтому лучше, конечно, оперировать абсолютными понятиями. То есть с помощью приборов. Ну и, наконец, главное, определив правильные метрики, дальше все выводы вы можете сделать сами, потому что никто, кроме вас, не знает ваш продукт, желаемую модель поведения пользователей лучше. В чем преимущество отрекинга как метода, хочу сказать? Это очень адекватно, потому что мы видим реальность во всех ее деталях, никаким другим способом мы не можем измерить, ни анкетированием, ни экспертами, ни чем остальным. Записывая даже выражение лиц испытуемых, мы даже понимали, где в каком момент какая-то процедура, какой-то сценарий, который ММДМ вызывает, у них раздражение. Хуже всего это вызывать раздражение у пользователя. А раздражение, естественно, даже на основном айтрекинге не видно. Дальше это очень объективно, то есть однозначная трактовка. Ну и, наконец-то, наглядно, то есть не нужно быть специалистом, чтобы расшифровать эти данные. Все, спасибо большое за внимание. И geg Literature. А вот, что это.